Всем привет! Вы по-прежнему на канале Байл Блог. Ну что ж, в Сорер присоединилось более тысячи футболистов, выпущены их карты. Но кто в итоге присоединился и сам играет в Сорер, и также получил свою уникальную карту с личным автографом? В этом видео я вам расскажу про этих игроков, а вы пока берите попкорн, а мы начинаем! За прошедший март и апрель Сорер пополнило целых семь игроков из американского клуба Нью-Йорка Рэд Буллс. Это достаточно уверенный средняк из МЛС. А в одно время капитанскую повязку этого клуба носил сам Анри. Амир Фернандес. Играет на позиции правого вингера, с самого детства находится в системе клуба, прошел через Молодежной Академии и дубль команды. А в этом сезоне его впервые допустили до основного состава. Кайл Данкан. Молодой защитник, который уже успел стать уверенным игроком основного состава. Выполняет достаточно большое количество работы на поле. А за 20 матчей в прошедшем сезоне отличился четырьмя забитыми мячами. Джон Толкин. Очень молодой футболист. Ему всего 18 лет и в этом сезоне он впервые вышел в основном составе. Играет на позиции защитника и вполне может стать раскрытым талантом по итогу этого сезона. Брайан Уайт. 25-летний нападающий Нью-Йоркского клуба. Он железно выходит в основе, однако не отличается обилием забитых мячей. За прошедший сезон в 12 матчах он сумел забить 6 раз и отдал одну голевую передачу. Флориан Вало. Француз, который в 2016 году пришел в Red Bulls из дубля французского Монако. Ему 28 лет и он выходит на позиции полузащитника. Однако нельзя сказать, что он имеет железное место в стартовом составе. Шон Дэвис. Центральный полузащитник, который всю свою карьеру играл в Соединенных Штатах Америки. На данный момент ему 28 лет. За свою карьеру он успел поиграть в множестве молодежных сборных Соединенных Штатов. Однако в основной состав так и не вызывался. Райан Мара. 30-летний голкепер, который не имеет сильного доверия у главного тренера. Из-за чего очень часто он играет за второй состав. В первом клубе он также не блещет стабильностью и действительно много пропускает. За 35 игр с 2012 года его ворота поражали 47 раз. Рюди Камачо. Защитник из Монреаля. Французского происхождения. До МЛС он успел поиграть во второй лиге Франции и Бельгии. На данный момент ему уже 30 лет. Он железно занимает место в стартовом составе, однако редко отличается голом или же результативной передачей. Хуан Себастьян Агуделло. Нападающий клуба Дэвида Бэкхэма Интер Майами. Также посвятил всю свою карьеру игре в МЛС. Играл за сборную США, однако забивал за нее лишь в товарищеских матчах. Очень незабивной форвард за 30 матчей в прошедшем сезоне смог поразить ворота соперника лишь три раза. Саша Клештон. Американец по паспорту, однако серб по происхождению из Лос-Анджелес Гэлакси. Достаточно возрастной футболист, ему уже 35 лет. И выступает он на позиции полузащитника. За свою карьеру успел достаточно хорошо поиграть за бельгийский Андерлехт. Взяв с этой команды три чемпионства и четыре раза выигрывал кубок. Позывался в сборную Соединенных Штатов, но сейчас довольно редко выходит на поле. Клинтон Эруит. Галкипер Колорадо Рэпидс. Ему 32 года и он крайне редко выходит за свой клуб. Прошлый сезон провел в Колорадо Спрингс на правах аренды. Не может отличаться положительной статистикой, за три проведенных матча в 2020 году пропустил шесть мячей. Деррик Уильямс. Ирландский футболист, защитник клуба Лос-Анджелес Гэлакси и сборной Ирландии. В этом сезоне он впервые дебютирует в МЛС. До этого и играл в чемпионшипе. Ему 28 лет и пока что непонятно, как он покажет себя в американском чемпионате. Но опыт английского футбола точно может помочь ему. Закари Бругиар. Правый защитник, имеющий два гражданства – Канады и Франции. Закари прошел через систему французского Леона. Однако он не продвинулся дальше дубля и так и не сыграл за основной состав. Зато сейчас играет за Клёп де Фут, Монреаль и сборную Канады. Дэйли Блинт. Самый звездный футболист из этого списка. В данный момент играет за Ягс и сборную Нидерландов. На позиции защитника. До этого он защищал цвета Манчестер Юнайтед. Ему 31 год. За свою карьеру он выиграл более 10 титулов. Среди которых победа в Кубке Англии, Чемпионате Европы, Чемпионате Кубки и Супер Кубке Нидерландов. Сим Де Йонг. Полузащитник из Чемпионата Нидерландов. В 2021 году он сменил клуб и теперь защищает цвета Херенвена. До этого он успел поиграть в МЛС. В основном является игроком замены и лишь изредка отыгрывает все 90 минут. Ему уже 32 года, поэтому вряд ли в его карьере намечается резкий подъем. Пол Мари. Еще один французский защитник из МЛС. Защищает цвета футбольного клуба Сан-Хосе. Ему 26 лет. Он вызывался в юношескую сборную Франции, однако карьера на родине у него не очень получилась. Дайго Ниси. Возрастной японский защитник из Виселкоба. Игрок не попадал в заявку последние 7 игр своей команды. Вполне возможно, что ожидается смена клуба. 33-летний футболист считается легендой клуба Косимы Антлерс, за который отыграл более 200 матчей. Келвин Стэнкс. Молодой футболист из Голландии, который серьезно начинает набирать обороты. Ему 22 года, однако он уже вызывается в сборную своей страны и играет за основной состав АЗ Элкмар. В большинстве матчей, отыгрывая все 90 минут, играет на позиции полузащитника. Тахит Чонг. Нидерландский футболист, вингер Манчестер Юнайтед и сборная Нидерландов до 21 года. Настоящее время выступает за бельгийский клуб Брюге на правах аренды. А до этого он успел поиграть за немецкий Вердер в Бундеслиге. Ян Пол Ванхеки. Защитник английского Брайтона, однако сейчас он на правах аренды играет в нидерландском Херенвене. Стабильно выходит в основу и за 26 матчей смог забить один гол в чемпионате Нидерландов. Максимилиано Кауфрис. Бельгиец играет на позиции защитника в клубе Васланд Беверен. По итогам прошедшего сезона его команда вылетела из высшего чемпионата Бельгии. Игрок вызывался только в молодежные сборные. На данный момент ему не удалось выступить за основной состав национальной команды. Однако ему всего лишь 24 года. Вполне возможно, что все еще впереди. Мартин Вандерворд. Крайне добавленный игрок в Сорер. Это очень молодой голкипер бельгийского клуба Генг. Он уже начинает выходить за основную команду, а также активно принимает участие в юношеских сборных Бельгии. Безусловно, у этого парня вполне может быть хорошее будущее. Добро пожаловать всем игрокам в Сорер!